В крае уже в 11 муниципальных образованиях выявлены очаги или инфицированные объекты подлежат уничтожению 83 тысячи свиней. Выявлено стихийное захоронение павших животных в Тихорецком, Темрюкском районах. Если так ситуация будет продолжаться, накаляться по фриканско-чуме, то край могут закрыть на карантин. И это, представляете, к чему может это привести? Это ограничивает вывоз продукции из края, зерна, риса и так далее. То есть это просто неимоверный будет экономический ущерб. В связи с повышенной готовностью всех служб при граничных районах установлены карантинные посты. Охотники обследуют дикую природу. Идет мониторинг владельцев личных подсобных хозяйств. Свиней держать можно, но чтобы это было в строгом соблюдении литеранных правил. Чтобы корма обязательно пропаривались, проваривались. То есть это вирус. И он может быть занесен на территорию подворья и с ногами, и с колесами, и с птицей. То есть надо каким-то образом, хозяин если держит свиней, то он должен свое подворье ограничивать от заноса этого вируса. Можно держать свиней, но не допускать свинства. Но у членов краевого штаба большие претензии и к реализаторам мясной продукции. За неделю проверено более 50 магазинов и ярмарок. В 36 выявлены нарушения, среди которых реализация фарша свиного без документов и свинных шкур с земли. В Анапе достаточно мест, где мясной продукцией торгуют цивилизованно. Нельзя приобретать мясо свинины не промышленной выработки. Пожалуйста, у неустановленных граждан в неустановленных местах, а также различный фарш, различные обрезки шкур. Для приобретения мяса есть специализированные магазины, есть рынки, где имеется ветеринарное свидетельство на данное мясо. Берегите себя и своих близких. В муниципальном образовании город-курорт Анапа организована работа горячей линии, где принимают обращения о реализации мяса свинины в стихийных местах, в содержании свиней в личных подсобных хозяйствах. По вопросам утилизации биологических отходов необходимо обращаться к главам сельских округов. Продолжение следует...